Добро пожаловать на канал Бадук1! И предлагаю вашему вниманию разбор партии с финала чемпионата России 2017 года между Александром Динонштейном, третьим профессиональным данным, и Ильой Шикшиным, первым профессиональным данным. Комментарий проводит у нас Григорий Феорлин, седьмой дан Российской Федерации. Григорий, добрый вечер! Добрый вечер, Георгий! Мы разбираем партию с финала чемпионата России между Динонштейном и Шикшиным. Динонштейн играет в партии белыми, Илья черными. И я как раз наблюдал эту партию, но не так уж прям досконально я ее изучал во время самого чемпионата. Но вот уже довелось только после него, а так выглядела она, конечно, впечатляюще еще с самого начала, когда я видел. Ну, знаю, что проводил разбор Степа Турбицин и Левина Кальцберг, но толком его не смотрел, поэтому, думаю, будет интересно, может быть, сравнить как-то. Но потом это сделаю. Насколько подробно он, я не знаю. Ну вот, и с первых ходов видим, что Динонштейн начинает атаковать Черного. Я думаю, это связано, в первую очередь, с тем, что не хочется Динонштейну играть с Ильей новой Фусеки. Ну, потому что все-таки, я думаю, что у Ильи будет преимущество Фусеки, особенно в новых вариантах, потому что играет он очень много. Играет и с азиатскими профессионалами, и с европейскими. И с европейскими как раз-таки он практически не проигрывает. Поэтому с самого начала было такое мясо, в принципе, я не удивлен был. Окей, окей. Я впервые смотрю партию и вообще разбор тоже. Да, но она так и будет динамично развиваться. Отлично. Так. И сейчас видим, что Белый играет немного медленно, но в то же время очень крепкую группу себе строит. Опять же, получает территорию. Черный камень территории пока что не дает. Да, черные камни, они нацелены на центр и создают такую некую плотность вокруг белых камней. Белые же, в свою очередь, взяли территорию. Все, я бы сказал, классические в любимых стилях этих игроков. Супер. Да. Черный взял нижний правый угол. Белый опять на него напал. И здесь выбор Джосеки. Я думаю, что выбор Джосеки, опять же, совершенно обычный. Почему именно R7, да, не R5, скажем. Если мы отыграем обычный розыгрыш, который все привыкли видеть, то получилась бы, к примеру, такая позиция. Да, крепкая белая форма. Имею в виду вот эти четыре камня. Крепкая белая форма. И камень R12, который нападает на черную группу. Да, да, да. Слабый пункт. Да, но база нет у черных, да. Если черный эту базу строит, то белый защищает на этом свои очки. И он уже, я думаю, доволен. Очки сверху, очки справа. Доволен, да. Потому что вот эти три камня, они непонятно, куда теперь смотрят. Да. Поэтому здесь могут быть, может быть, только одно направление. Это развивать группу справа. Я думаю, что здесь можно играть, в принципе, любые варианты, которые бы не привели к тому, чтобы белые начали поджимать верхний правый камень. То есть это может быть и высокая Хасами, к примеру. Простое распространение. Но это как раз-таки не самые агрессивные варианты, поэтому было выбрано R7. Ага, понял. Да. Белый играет Тан Сан, тоже, я думаю, ничего здесь необычного. Черный отпрыгивает. И изначально задумка была, возможно, в самом простом джисеке. Если мы рассмотрим самое простое джисеке, что мы получили? Черный справа завершает свою форму. Да. Получается вот такое сочетание камней. Это, как я показывал ранее, да, можно было сыграть примерно таким вариантом. Только это уже, я бы сказал, версия 2.0, когда мы получили еще и дополнительный камень R7. Да, да. Это было бы самое спокойное вообще, что только может здесь быть. Также может быть такой вариант, но я думаю, он мне нравится еще меньше, чем предыдущий, потому что черный заметно здесь усилился, да, и если белый займет свободный угол, то в дальнейшем еще будет возможность у черного провести такую комбинацию, что сыграет ему тоже. Из-за белого здесь было принято нестандартное такое решение. Не играть обычный ход Q4. И белый прилип под камнем R2. Я такой ход уже встречал в Китае, но в Китае нам, конечно, говорили, вон я вижу комментарий, заготовочка, да, это так оно и есть, но по идее она не работает. То есть какой-то результат можно получить, но он будет не очень хорошим. Во всяком случае, как нам говорили, я профессионалу Китая доверяю. Я понял вас, да. Возможно, ход был сделан с целью того, чтобы отнять время. Я думаю, что против меня бы это могло сработать. Но по ответу Ильи, возможно, Илья ответил. Не знаю, насколько быстро Илья ответил, но могу предположить, что достаточно быстро. Потому что ход P2, если теперь белый сыграет, к примеру, Q4, то будет возможен даже ответ на M4 и будет просто плохой обмен. На M3. Я понял, да. Ой, на M. Ага. Ну, в партии белый опустился, да, но теперь черный у него забирает базу. Да. Хотелось бы сказать немного подробнее, да, как нам говорили отвечать. Я думаю, что достаточно было бы O2. Не знаю, насколько тяжело в партии это увидеть. Так, и был бы примерно следующий розыгрыш. Так, он может быть. Здесь уже начинается большое количество вариантов от такого хода. Были варианты и с таким ходом. Ну вот, получается такая позиция. Но опять же, что мы видим, обмены хороши за черного. Обмен 1-2. При возможности, если вдруг появятся камни в этой области, да, то у белого не будет глаз совсем. Да, да, жесткие наказания. Так, если белый забирает камень, то здесь мы видим это, я думаю, наказывается сразу же. Да, да. Вот, и позиция смотрится явно в пользу черного. Так, а также черный может здесь камень забрать. Будет немного другая позиция. Думаю, что что-то будет напоминать вот такой вариант. И здесь за белого, опять же, тяжело играть. Непонятно, как защищаться. Даже если белый так защитится, будет на дзоке. И дальше тяжело играть такой группой, когда черный стабилизирован, а белый вынужден бежать. Ну вот, я бы так играть, конечно же, не стал за белого. Вот, выглядит это сомнительно. Поэтому, думаю, можно было играть таким способом. Ну вот, ну, Илья выбрал ход P2. Ну, возможно, сэкономил время. Так, R2, S5. А, и здесь красивый ход. Вот, Илья выбрал сыграть таким треугольником. И форма действительно хорошая, потому что, если мы бы играли, к примеру, такими ходами, остаются возможности для выживания в углу. Ну, опять же, больше пространства. Ну вот, если мы порежем, к примеру, то теперь угол живет. Да. В предыдущем варианте такого сделать было нельзя. После кода, да. Если мы захотим, то у нас угол умирает. В партии белый тоже сыграл прилипание Q7. Черный сыграл Q8. И, окай, для меня неожиданный был момент, что белый порезали, белый порезали, черный поставил от Ари и откусил кусочек от угла. По-прежнему это является сэнто для белого. Вот примерно на этом этапе я подходил, смотрел. Особо, конечно, я в подробности не вдавался в позиции, но было ощущение, вот первое, что бросается в глаза, это две слабые группы за белого. Потому что, если посмотреть, да, у нас есть два развязающие камня, плюс помощь с одной стороны и помощь с другой. Да. Работает это, я думаю, слаженно и хорошо, и сложно, на самом деле, играть теми белыми камнями. Хотя у Диннерштейна получилось это довольно успешно. Так. Q11, опять же, ход на стороне. И здесь это вынуждает черного соединяться. Интуитивно хочется защищать группу сверху справа, да, но этого делать не стоит, потому что сразу же заберется развязающий камень, и уже атакуемые группы превращаются в сильную такую плотность. Угу. Так, черный здесь соединяется, белый выходит к Асуме, черный, опять же, должен на это реагировать. Вот, если бы черный сыграл любой ход, да, к примеру, Н8, то за белого было бы, ну, разумно здесь продолжить играть. И в процессе могут сыграть свою роль два камня на Р2. Ну, вот, это тоже немаловажная здесь вещь в плане Даме. Да, да. Ну, вот, к примеру, да, если любой ход мы сыграем, то после, к примеру, такого разумыша, да, соединяя будет с Энта. Угу. Ну, вот, придется отвечать, и, опять же, белые здесь укрепились. Так. Поэтому черный не допускает, да, возможности блокировки и играет большой ход М3, забирая уже камень Н2. Да, теперь у этого камня осталось, я думаю, уже небольшое количество АДи, черный себя немного обезопасил этим. Плюс три камня, которые у нас разрезающие, да, две группы, их забрать сейчас невозможно одним ходом. Их невозможно забрать одним ходом, но теперь я вижу, как вот верхняя группа белых, она начинает работать именно тем, что медленные ходы, но очень прочные. Да, да. Это была изначальная задумка. То есть у черного были ходы быстрые, и мы видим само развитие партии, то, что черный получил визуальное, к примеру, преимущество, да, получил очки снизу справа, разрезающие камни, но эти разрезающие камни не могут добить белого из-за крепкой формы сверху. Да, потому что кейма черных сверху тоже пока слабая. Да, но не только кейма слабая, да, тут есть еще камень, который парит в воздухе. Да, но на этот камень не такое сильное давление пока, он может и влево бежать, и в центр бежать, а именно кейма, она с обеих сторон поджата. Соответственно, черный не может именно просто, как на пустой доске, бежать этими отмеченными камнями, потому что он должен думать о последствиях на камни сверху. Да. Так, и здесь белый играет О-14. Опять же, да, почему именно О-14, это как раз важный момент в игре именно групп. Если бы белый начал атаковать некорректно, именно прыгать О-11, то привело бы это к тому, что черный, конечно же, бы стал выходить, но за этим должен выходить и белый. И играть здесь очень сложно, потому что если мы сейчас захотим забрать те камни, совсем на самом деле непонятно, как их забирать. Да, 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 понятно. Потому что, во-первых, здесь есть очень много возможностей для выживания, очень много. Но такую форму, я думаю, что скорее черный здесь может убить. Ну, вот очень сложно, да. Но и пропустить темп здесь будет болезненно. Да, да. Поэтому если мы начнем именно выбегать, то это кончится плохо за белого, и поэтому позицию белый не определяет, и совершенно так спокойно блокирует камни с нейтральной стороны. Опять же, какую ошибку может допустить здесь черный? К примеру, побежать этими камнями. Очень стремительно подумать, что камни сейчас уйдут. Тогда кейма? Или плотно, да? Я думаю, что можно играть здесь плотно, да. Я сейчас говорю не конкретно про Илюша Кшина. Разбор у нас не для седьмых данных сделан. И я думаю, многие люди могут допустить ошибку при такой беготне групп, а это встречается очень часто. Да, да, да. Это же самый сложный аспект игры, когда несколько групп бегут, борются в центре. Да, и если мы побежим таким образом, мы, конечно, группы выжили, но опять же у нас отпадут наши камни. И если очень, опять же, я встречаю часто такую ошибку, что пару проверочных ходов люди сделали, и дальше выбегают Н8. Как бы все хорошо, проверочные ходы же сделаны, да, но теперь группа как раз-таки выглядит мертвой. Точнее, не мертвой, но она очень сильно укрепила белого. Да, да, да. Плюс стало самой тяжелее. Да, непонятно, зачем были сделаны все вот эти обмены. Да, да, да. Поэтому лучше позиции не трогать и сразу, вот как мы видим, да, О14 сразу блокировать с нейтральной стороны и смотреть, как определит позицию, как дальше будет развиваться позиция. Партии черный выпрыгнул таким, да, быстрым ходом. Ход быстрый, но слабости оставляет, я так скажу. И это сыграло свою роль. Определенную роль это сыграло, конечно же, в Тюбане. Здесь белый отвечает максимально надежно. И с какой-то стороны мне нравится вообще позиция белого. Позиция, в смысле, не на доске, да, а то, как белый выставляет план на игру. Да. Вот, играет крепкими ходами. Л6, да, мы, конечно, могли увидеть что-нибудь такое. Но, я думаю, ни к чему хорошему бы это не привело. Когда ты бежишь группами, все-таки, мне кажется, стоит собирать свои позиции максимально надежно. Вот, и, кстати, Дина Штен это продемонстрировал. Пока что все группы достаточно крепкие. Так, черный играет Ку-10. Мне как раз, вот для меня партия тоже была такой яркой достаточно, из-за нестандартных решений. Потому что, не думаю, что много ли игроков бы сыграли Ку-10 в этой позиции. Вот, могло прийти в голову многое, да, но не Ку-10. Идея хода в чем? Да, белый отвечает. И черный пытается, во-первых, обезопасить свою группу, да, вот эти камни. И, во-вторых, построить жизнь с этими камнями. Да, еще при этом надавив на белого. Да, да. Ну, на самом деле, я ход типа Ку-10 видел, вижу очень часто. При вторжении в Сан-Сан там образуется похожая форма и играется такой ход иногда. То есть, там играется надзоки, и в ответ на надзоки вот такой удар бывает. Ну, мы сейчас записываем через шейр-скрин, поэтому, к сожалению, я не могу показать. Чуть позже просто покажу Григорию, что я имею в виду. Да, но, как бы я, если, возможно, когда не покажу, да, пойму, но здесь... Это, конечно же, тридцать девятый ход. Это уже немного странно. На тридцать девятом ходу уже начинается прям плотная, достаточно плотная игра. Да, да. Каждый день такую видишь. Так, а П-10? Да, да, да. П-10, точнее, белый выходит в слабости, что вполне ожидаемо, чтобы убить в слабости. И решение черного, опять же, такое, не очень стандартное. Если бы черный отыграл таким образом, то очень бы сильно подставил свою группу. Причем подставил бы обе группы. Понятно. Ну, конечно же, сейчас у белого формы гораздо сильнее, чем у черного. Ну, и непонятно, как от нее играть. Возможно, да. Белый даже может сыграть таким ходом. Не обязательно отдавать что-то. Ну, черный здесь сыграл У-10. Белый пытался выйти, сделать то же самое, но уже мы видим совсем другую позицию. Это равносильно тому, что черный не стал добавлять один лишний ход сюда. Да, да. Это в этой позиции, получается, черный взял и забрал отсюда ход, который ему был не нужен, и переместил его на разрезание. Да. Позиция та же самая. Белый ставит отари. Ку-13. Белый спасает разрезающие камни. И здесь черный выживает. На самом деле ситуация сложная из-за черного и за белого, потому что, как мы видим, отрезан не только черный, но и белый. И если здесь допустить ошибку, просчитаться, то это может очень плохо закончиться. Не думаю, что, конечно, умрут, но позиция будет не очень. Итак, белый сыграл П-9, глаз в сенте, черный закрылся. Белый сыграл Косоми С-13. И дальше черный полез в угол выживать. Кстати, опять же, было здесь сыграно достаточно эффектное выживание. Белый сыграл С-17. Черный вставил П-16 и сыграл Ку-18. Почему Ку-18? Если бы мы просто порезали, я думаю, получилось примерно следующее. Черный здесь соединяется. И дальше белый отыгрывает С-16. Все-таки здесь могут быть нюансы. Выглядит, конечно... А, да, 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 да. Здесь, конечно, могут быть нюансы из-за того, что на это могут и не ответить. Может случиться такое, что на это не ответят. По доме, конечно, не похоже, но это более рискованно. По черному это более рискованно, нежели просто сыграть в Ку-18. Так, белый играет тот же ход. Р-19, черный соединяется. Белый строит выживание. Так, Атари. А, да, и здесь, опять же, почему эта форма, а не предыдущая, которую я показывал. Здесь можно без труда поставить Атари, и это 100% ассента. Никто не сыграет вам Атари. Да, и не захочет умереть. Да, выбора нет. Форсировано. Т-19, и черный строит эти четыре очка. Ой, по мне, это просто замечательно. Это лучшее, что могло случиться. Такая жизнь. Правда, мне очень нравится эта позиция. Опять же, я думаю, что в этот момент у черного становится преимущество, потому что ход L-16, который до этого занимался тем, что просто смотрел в центр, то теперь он еще и атакует белого. Причем стоит он именно хорошо по форме. Да, красиво получилось. Красиво. Так, белый выбегает, но опять же, позиция меняется. У черного получилась полностью живая группа, атакующий камень L-16, и всего лишь одна неживая группа, именно которая сейчас бежит. Это вот эти камни. Глаз они не имеют, но во всяком случае, эта группа всего лишь одна. У белого их две. Да. Да. Так, поэтому за белого позиция здесь сложнее. Ага, белый выбегает. Черный играет K7 с давлением. Можно было думать над H9, простым прыжком, но, видимо, здесь были слабости в форме. Возможно, да, связано это с такой слабостью. Вот это вполне вероятно. Вот такое тоже здесь может встретиться. Да, если мы пробьем, то как раз камень белого стоит на разрезании. Но не думаю прямо, что это будет сейчас сыграно. Но если мы выпрыгнем H9, то у нас появится возможность заблокировать с двух сторон. Да, либо с этой, либо с этой стороны. Ну, плюс за белого сложно достаточно, если будет бежать. Не очень понятно куда. Но только если воспользоваться слабостями. Да, боевая партия вообще неожиданная для меня. Да, причем два угла до сих пор свободны, стоят. И как раз справа такая в лавины идет. Да, да. На левую сторону. Так. Черный крепко сыграл K7. Белый прыгнул K7. Здесь мы, я думаю, что действительно было сыграно из-за слабости в форме. Потому что достаточно легко здесь было за белого это все дело вытянуть, да, нежели если у тебя стоит камень. Здесь после такой кейма ее можно просто заблокировать. Вы это выглядите. Но, опять же, появляются слабости в форме. Поэтому черный выбрал форму крепче, надежнее. Но и белый получил лучший выход на нижнюю сторону. Ага, черный сыграл на дзоке. И белый ударил по форме. А, черный отвечает. И здесь разрезание. Белый соединяется. Черный вынужден тоже соединяться. И белый отрезает три камня. Сейчас, после того, как отрезал белый камень, у него стало на одну головную боль меньше. И не просто меньше, да, еще плюс прибавилось семь очков за камни, которые белый съел. Да. Это тоже немаловажно. А черный пристроил себе один глаз, да, Папа? Черный пристроил глаз и отпилил три камня. Да. Так, и форма, которую черный отрезал, она уж точно не мертвая. Да, да, да. Потому что она простором смотрит. Да, смотрит на нижнюю сторону, на левую сторону. И здесь не десять камней в куче, да, это достаточно легкая форма. То есть, Григорий, еще раз. Был момент, когда я последний раз так в целом смотрел на доску, был момент, когда у белых было две нестабильные группы, у черных была одна. Сейчас вот такой микро итог получается, то, что белый одну группу стабилизировал. У белого осталось уже не две группы нестабильных, а, грубо говоря, полторы. Да, а у черных все равно центральная группа, она пока еще не живет. Да, полторы, это хорошее сомнение. Если подвести итог, то что у нас получилось? У белого по-прежнему верхняя группа слабая, да, это про эти камни я говорю. Да. И я думаю, это самая большая головная боль, потому что всегда сложнее тянуть не три камня, как снизу на L5, да, а, допустим, десять камней. Потому что если ты потеряешь хвост, ты потеряешь очень много очков. Цена другая, да. В этом же случае у нас всего лишь три камня, и они гораздо мобильнее. Поэтому за белого это был такой небольшой успех, когда он отрезал. Ведь насколько, если мы посмотрим на эти камни, да, сколько их здесь. Ну, вот, если бы Билл продолжал их тянуть, то цена была бы совсем, да, другой, и он бы не мог их просто отдать. Хорошо, хорошо. Вот, а так они соединились, плюс с очками. Три камня это немало. Да. А мы можем отмотать вот где-нибудь ход семьдесят. Так. Да, и еще раз посмотреть, как это так все получилось. То есть, вроде бы Илья играл такую форму, К9, К7, которая вроде бы крепкая, да, но все равно Билл там придрался. К9, К7 это... Ну, чуть позже, чуть позже. А, угу. Да, вот, уже К9 есть камень, и сейчас будет сыгран камень К7. Да. И все равно даже здесь Билл отпилил. А дальше что происходило? А, дальше... Ага. Черный вставил на Дзоки, а и Билл как раз вовремя это обменял. На самом деле, действительно, немного получилось странно. А зачем вообще черным это на Дзоки? То есть, он хочет показать то, что он атакует эту группу, да? Да. Но ведь черный может сыграть на Дзоки и с другой стороны, сыграть просто М7, таким образом у него железобетонное будет соединение, а снизу ведь Адзи нету камня Н2, мы уже выяснили. Или это бесперспективно с точки зрения очков? То есть, мы, наоборот, таким образом Белого выталкиваем на нижнюю сторону и не будем на этой атаке получать очки? Получается так? На самом деле, это не лишено смысла, вот это то, что можно сделать, да, к примеру, здесь, на самом деле, у Белого-то не очень много ответов, так отвечать нельзя, потому что будет такое косуме и блокировка, опять же. Ну, вот, очень много очков мы потеряем, если мы отвечаем Л4, да, мы получаем такую форму и прыжок. Да, да. Поэтому, мне кажется, это очень такой, очень-очень спорный момент, потому что непонятно, как здесь играть. Илья выбрал такой ход, возможно, да, можно было сыграть что-то лучше. Но, конечно, времени было не бесконечное количество, вот, приходилось выбирать такой. Я не спорю, я не спорю, Григорий, но вот какой следующий ход был Белых? Какой сейчас, да? Да, да, да. Блокейма, да. Это, я, кстати, стою, я еще до этого, минут пять назад сказал, что мне не очень понравилось то, что Белый вышел на сторону и без какого-либо давления, да? Да, 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 да. Возможно, я почему сторонник всегда прыжков, да, в центр, потому что если сейчас Белый начнет что-то здесь пилить, то не пахнет, что это ему будет выгодно. То есть он может просто потратить ходы на это, да, и это все уйдет в никуда. Ну, то есть он, конечно, получит три камня, да, но потом мы сыграем какой-нибудь такой ход, и у нас будет влияние на всю доску. Я вспомнил вашу партию с Матеушем, по-моему, у вас где было много бамб. Это, к слову, о прыжках. Да, к слову, о прыжках. Но там были неправильные бамбы. Так, поэтому момент здесь очень сложный. Да, здесь можно было рассмотреть, конечно, много вариантов. Так. Но то, что получилось, если кратко подытожить, да, то не думаю, что... Во всяком случае, здесь Белый не проиграл. Нет, нет, нет. А Черный не получил. Я же не говорю, что Белый проиграл. Мы, наоборот, пришли к выводу тому, что Белый половину головной боли решил. Ну, там, 75, 0, не половину, там, а 30 процентов. Плюс еще получил 7 очков. Я в контексте этого попросил вас перемотать обратно и посмотреть. Окей. Так, вот, за Белого стало играть попроще. И после Ка-13 у Белого начинаются проблемы с верхней группой. И здесь уже все серьезнее, потому что Черный, во-первых, получил здесь железобетонную форму. Очень хорошая форма. Здесь все разрезания будут работать. И железобетонная группа справа. Конечно же, здесь уже тоже никаких адзи у нее не существует. Поэтому с верхней группой дела обстоят куда хуже. И приходится соединяться таким, немного топорным способом. Но, как бы, что делать? Черный отвечает. Белый играет. Н11, соединение. И здесь отрезаются четыре камня. Но другого здесь, конечно, выбора уже не было. Потому что можно было попытаться потерять все. Но если бы просто Белый сыграл, к примеру, такой ход, то здесь бы Черный, разумеется, бы резал. И я не думаю, что это хорошо бы закончилось. Ну, непонятно, как здесь выживать. Ну, по второй линии играть скольжение, нет? По второй линии, конечно, можно играть скольжение. Но здесь просто, в принципе, уже такая ситуация, когда все не очень хорошо. Либо мастерский ход. К-16. К-16. Но это уже немножко поздно для К-16. Потому что просто порежет и все. Окей. Поэтому Белый здесь отдал четыре камня. И если посмотреть на позицию, то получилось за Черного очень, конечно, мощно. Да, да. Но вот у Белого бегущая группа пока что абсолютно без глаз. И Черный уже сто процентов съел четыре камня. И верхнюю сторону. Придачу. Да. Так, Белый изобрел прилипание, но это прилипание... А? Все. Я удивляюсь, что этот ход был сыгран в итоге, но чуть позже. Да, да. Но это прилипание не от хорошей жизни. Ну, да. Это как бы использование Адзи вот этих четырех камней пожертвованных. Да? Да. То есть, как бы раз уж эти камни пропали, то пропали хоть не зря. Ну, я также играю на Тайджин. Когда у меня группу убивают, я где-нибудь прилипаю поблизости. Так. А Черного человека 15. Между длиняется. Черный играет вниз. И мне это, конечно, все не нравится за Белого, потому что не очень понятно, куда смотрят камни Белого. Да? Вот эти... Вот эта двушка, куда она смотрит. Да, да, да. А как... Что там можно было еще сделать? Вроде бы сам факт прилипания в контексте того, что камни отпилили и хочется использовать Адзи. Логика в этом есть. Но вот этот результат полученный, то, что два камушка просто так торчат, как-то непонятно. То есть здесь бессмысленно играть Хана, да? Здесь просто... То, что получилось, это, в принципе, форсировано, потому что здесь единственная слабость. Здесь другой слабости нет. Потому что если мы просто выпрыгнем, то в итоге Черный это просто закроет. Нет, нет, Григорий. Я имею в виду после... Я не... Короче, мне нравится прилипание. Я говорю, а если здесь Хана сыграть? Л-17. А, к примеру, Хана, да? Да, да, да. То есть здесь, я думаю, будет просто блокировка с этой стороны. Но это не очень понятно, что здесь делать, опять же. Ну почему? Атари остается, и можно соединить свои две группы. А если он не даст соединить, то кеймой прыгнуть, и поверху уже будет живая группа еще одна. Так, ну Черный может здесь сыграть примерно таким образом. И здесь нужно тянуться как минимум еще несколько раз. А просто кейму прыгнуть нельзя? А если мы просто прыгнем кеймой, то у нас же все равно камни отваливаются. Ну, окей. Но мы не дали черным распространиться по верхней стороне сильно. Но здесь уже такая. На самом деле, это уже проиграна будет позиция. Потому что, ну, здесь у нас, понятное дело, есть такое давление. Тогда, Григорий, еще раз. А зачем тогда было прилипать в принципе? Прилипать? Ну, чтобы получить внешние камни. В итоге-то, просто мы сейчас говорили о внутренних камнях. Вот позиция, которая была сейчас, это внутренние камни. Потому что мы получили очки. И такую мы к верхней стороне себе прижали. А в парте белый получил именно внешние камни. А внешние камни помогают бежать больше, чем внутренние. Понял. То есть мы сейчас, у нас акцент помочь центральной группе красиво выбежать, да? Да. Ну и как бы сделать такой небольшой намек на эту территорию. Потому что эти два камня, они хоть очков сверху и не берут, но потенциально что-то они дать могут на верхней левой. Плюс у белого сейчас темп. Да, да, да. Ну, для меня это очень сложно. Да, если бы сейчас еще и черный ходил, то это, конечно, все. Ну да. Прекрасно кончено. Да, белый поворачивает. Черный выходит. Так, черный вышел. И здесь, да, получилось, что... Ну, в принципе, не так печально. Да, да, да. Да, забил их вполне даже круто. Ну, потому что черный здесь был отрезан. А если бы он соединился, то, опять же, здесь бы получилось так. Разрезание. Мы отходим. Здесь черный, я думаю, сыграл бы так, да. И после Касуми нужно выбирать, что мы будем делать. Если мы пойдем с этой стороны, то будут большие неприятности с группой, которую мы считали очень сильной. Ну, вот. И если мы будем в этой сильной группе бежать, то будут большие неприятности у трех камней. Да. Ну, как и... Да. Просто на момент, когда именно два камушка было, G16, да, K16, G16, они для меня смотрелись как-то дико бесхозно. Поэтому я задал вопрос. А когда уже поворот был, да еще и в центы, в принципе, достойно смотрится за белых. То есть крепкая форма уже, действительно. То есть, можно сказать, ограничили черных в темпе и продолжаем побег. Да. Но при этом все-таки цена вопроса – это 15 очков сверху. Да-да-да. Это согласен. Да, 15 очков есть. Даже 17. Так. И здесь, кстати, баланс бегущих групп практически выровнялся. Две бегущие группы у черного и две с половиной у белого. Так, а группа бежит. Так, здесь будет, здесь Сенте. Белый отыгрывает. Да, и вот как, как говорил, задумка еще этих трех камней, она ориентирована на верхний левый угол. Потому что, я думаю, что забрать никак не может. У него надо решать вопросы с бегущими группой. Так, черный прыгает дальше. И белый уже какую-то себе территорию огородил. Плюс продолжается атака на черного. Так. Очень сложная партия. Даже наблюдать за ней сложно. Да, потому что сложно и за черного, и за белого непонятно как. Именно, даже не то, что непонятно, просто всегда приходится делать очень сложный выбор. Когда ты играешь все-таки в такой территориальный огород, выбор делается проще. Да, но партия именно счетная. Потому что здесь я не вижу ни одного стандарта. Только сверху вот эта форма, это единственная форма, вот где белый выжил, правый верхний угол, это стандартная форма. Остальные формы все не стандартные. Соответственно, партия счетная. Соответственно, там, ее даже разбирать сложно. То есть, там, окей, там, если сравнивать с другими партиями, да, там, хопа-хопа, джосики-джосики, там, ну, по крайней мере, в двух углах сыграют нормально джосики. А здесь каждый ход влияет очень сильно, и он не стандартный. Он вынужденный и в то же самое время старается быть форсирующим. И, ну, динамично очень. Динамично и сложно. Да. Когда это все так плавно с правой части перетекает в левую. Да. Так, черный играет. Ну, здесь еще одна стандартная форма. Да, да, еще одна стандартная. Так, черный, значит, сыграл F11, и белый прыгает. Опять же, почему я вот сказал до этого, что сложно подбирать формы, потому что это именно такие спорные моменты, как лучше атаковать белого, как лучше здесь обеспечить себя выживанием, какие вставки делать, какие не делать. Ну, вот, все это формирует игру. Особенно, когда никакой территории нет, да, и есть только четыре группы. Да. И вот ты убьешь, либо ты выживешь. да, да, да. Да. Так, черный прыгает, белый играет Касуми, и черный развивается слева. Опять такой, ну, хотя, на самом деле, довольно, довольно логичное решение, да, если мы выбежим группой центральной нашей, то, конечно же, никаких кейм здесь не будет, да, из-за разрезания. Да, здесь будут просто жестко давить на нашу группу, приземляя ее к левой части. Вот, и после этого белый построит здесь хорошую форму, и уже руки у него будут развязаны. Да. Так, черный сыграл Е9, белый заблокировал, и здесь уже надо думать белому, как выживать. белый блокирует, и черный, черный жестко режет. На самом деле, не хочу делать никаких спойлеров на партию, но, возможно, возможно, не стоило черному этого делать. Можно было подумать над простым. Не стоило резать, вы имеете в виду? Не стоило, да, резать именно здесь. Я бы тоже порезал, а почему нет? Вот смотрите, у меня, ну, если я черными играю, у меня нижняя группа железобетонно живет, да, а средняя группа, она, конечно, не железобетонно живет, но у нее много дыханий. Соответственно, те камни, которые я отрезаю, ну, им же будет очень сложно нарастить такое большое количество дыханий. И, а, это у вас выскочило, я думал у меня. Вот, ну, для меня логично выглядит это разрезание. Ну, опять же, Григорий, я партию не смотрел, давайте посмотрим, что случилось, а потом вернемся к вашему возражению, почему это не стоило делать. Да, ну, я вот пару раз, сейчас я туда небольшой комментарий по этому дам, если, после того, как мы порезали, белый удлинится сто процентов, да, вот он удлинился, и, если мы сейчас сыграем здесь, да, и белый ответит таким ходом, да, то стоит спросить тебя, зачем мы это будем делать, потому что никто в здравом умении будет здесь ставить еще одну оттарь, но он будет его ставить с этой стороны, чтобы убить Согласен, да, а зачем, а зачем нам именно вклиниваться в пункт К5, мы же можем поставить Л4 ход? Сейчас? Нет, 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 зачем сейчас? После разорезания. Это еще один вопрос, если мы можем сыграть Л4, да, тогда зачем мы, получается, играли, мы заберем, но теперь белый гораздо сильнее, и белый сыграет уже здесь. А, окей, 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 я не смотрел в контексте того, что нам еще нужно бороться с центральной белой группой, я вообще забыл, что в центре есть еще и белая группа. То есть, получается, мы играем К5, белый удиняется, мы вкидываем камень, зная, что лесенка из нас не работает, белый его съедает, и мы съедаем четыре камня, ой, два камня, нелогично. Я вас понял, я смотрел на позицию в контексте задачи выживания черной группы в центре, а черный не просто хочет пассивно выжить, он хочет еще и атаковать полностью центр белых. Здесь, да, тут черный даже не хочет выжить, он не хочет никого атаковать, он хочет просто все убить, и на самом деле это не очень хорошая идея. Понятно. То есть, это вы считаете жадный план, да, был? Я считаю, это было жадно, потому что группа смотрится, ну, как минимум, не группа, которая вот здесь вот, она выглядит не очень такой легендарной, у которой 100 дамы. Все-таки очень много у нее забито дамы, дыхание. Хорошо. Белый удлинился, L4, и здесь начинают играть все слабости черного, почему, говорил, не стоит этого делать, да, мы не можем играть толком такой ход, очень много всплывет нюансов с этим ходом, к примеру, как здесь отвечать, уже непонятно, потому что если мы поставим, здесь уже непонятно, на самом деле, что делать. Но, возможно, даже будет простой такой ход. Как на него ответить? Да, да, там сразу все оживает у белых, все один. Играем так, как бы все на этом заканчивается. Соединяется, и у нас миллион дамы. Понятно. Ну, либо обмен, да? Да, ну, это такое. Поэтому здесь приходится играть H3, белая продолжает J3. Ага, теперь черный играет ладно. Ну, вот, и здесь получается как раз то, о чем он говорил, приходится соединяться O3, и здесь играет очень большую роль. Кажется, да, вот если смотреть визуально, то черный, конечно же, белого съел. Да, визуально съел, да. Но, если в этом разбираться, то получается, что у черного здесь нету глаза, да, а у белого появляется глаз, причем, который не так-то просто съесть. А у черного всего лишь три дома. К нему подкрасться еще нужно. Да. И поэтому черный оставляет Сент. это партия, да? Да, и происходит обмен. Вот почему я говорил, что делать этого не стоило. Очень большой, я считаю, обмен не равен. А я не понял, обмен чего? Обмен центральной группы за Сенте? Да, обмен центральной группы за Сенте. Причем, не просто Сенте, у нас здесь получается странный камень, он действительно странный, я бы предпочел его в другом месте иметь. мы получили вот 4 камня. То есть мы обменяли, получается сколько камней? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 13 камней, 13 камней, это 26 очков, плюс 26 очков на этом не заканчивается, плюс территория вокруг. 34, я уже посчитал. 34? Да, 34. На сомнительные 4 камня и адзи. Тут есть адзи. Это, я считаю, неравный обмен. Обалдеть, да. То есть черный здесь реально мог проиграть. Да. Но мне что-то подсказывает, что здесь уже должно было быть боеме, но на боеме Илья сильнее, конечно, здесь сыграть. Плюс сейчас непросто черный потратил темп на то, чтобы сыграть С4, но ему же отвечать будет белый, да, и он может выбирать, что он хочет. у него даже отличная заготовка сверху, стоит сверху слева, да, здесь у нас зона, где можно играть, здесь зона, где можно играть, опять же, снизу слева зона, где можно играть, и уже стабильные 34 очка в центре от сидиной группы, только от сидиной группы. Да, 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 так, а, он отбил и сразу обалдеть, он сразу еще и прилипает туда. Так, черный, и мы видим, как изменился стиль игры, потому что я думаю, что в другой партии, в другой партии более близкой, черный бы не стал играть B4, риск очень большой. К примеру, да, если если будет играть такими ходами, то, конечно же, это будет оправданно, да, но если играть по слабостям, к примеру, да, сыграть D4, то здесь будет довольно сложно играть. Непонятно, как здесь быть. Сложно, да, сложно. Ну, если отвечать таким вот способом, то здесь все выживет и очков не оставят. Здесь будет чистый троймыш. Если отвечать D3, то будет примерно то же самое, да. Как вы играете в этих чемпионатах России, я не понимаю. У меня вот даже мне больно смотреть на эту партию. У меня кипит мозг. А там еще нужно думать, еще ходить нужно, еще сидеть. В общем, да, это тяжело все. Еще эмоции, когда Илья понимает, что... Ну, я не думаю, что это от такого большого плана было сделано. Это сто процентов был не план. но поэтому я и сказал, что разрезать здесь было очень дерзко. Если мы посмотрим обычную деканцию... Можем вернуться все-таки к этому же ходу, но уже в той форме. где-то ход сто сорок примерно сто сороковой ход. Значит не сто сорок а сто тридцать пять. Сто тридцать семь. Да, зачем его нужно было вставлять сто тридцать седьмой ход сейчас? Нужно было вставлять, но мы же не можем получить просто в центре ходить. Нет, я имею ввиду черный вообще никак не может нарастить себе степени. Даже если соединится просто к-8 ничего не получается. К-8 на дзоке соединение даже сэки не будет никакого. Я думаю нет. Я думаю здесь уже как бы все. Потому что белый сыграет здесь и мы отыграем то же самое еще меньше то же самое три даме. Абсолютно то же самое. Тот же самый будет ход сыгран. Тот же самое закрытие только немножко по-другому отыгранное. Да, да, да. Н2 вообще как он сыграл в этой партии Н2? Н2 фактически группу убил. Но здесь я думаю что не такое негерандиозное адзи просто не стоило жадничать. Потому что если бы мы просто отцепили не думаю что кусочек маленький. я думаю прилично. Окей, окей. Не понятно как играть. Именно непонятно потому что если ты сейчас играешь в этой стороне то надо будет смотреть что у тебя случится с группой твоей. Потому что очень много нюансов таких как такое косули может много разного приключиться. Как тут играть? Сюда тоже такое удовольствие. Сейчас все отрежут. Играть спокойнее играть спокойнее да каким просто косуми здесь тогда получим очки слева. Был такой обмен но хоть партия свелась к территории потому что теперь мы уже точно знаем сколько очков у черного сколько очков у белого и можно уже примерно представлять как надо играть да и выяснилось что играть надо агрессивно потому что b4 это нестандартный ход такой ситуации слишком много слабостей я бы понял если бы к примеру белый сыграл любой ход здесь бы у нас был еще камень f3 и вот в такой позиции черный играет b4 это оправдан 100% да вот здесь понятное дело выжать дать белому нельзя но когда у тебя стоит просто голая территория это выглядит немножко странно так белый играет c13 это много потому что группа все еще черная не жива и если пропустить там ход да то могут быть проблемы связанные с формой у черного да так черный нападает в территорию белый ну здесь стабильно защищает ага черный прилипает опа и здесь я это тоже такой такой момент из серии надо находить ты судя а то я проиграю григорий у меня вопрос там вы используете коврик для мышки еще или нет ой да скочил хорошо хорошо все так аж 15 да и здесь белый ему ничего не отдает кстати немного тогда не очень не очень понятно зачем был этот обмен какой обмен d18 c18 или прилипание h15 h15 да потому что оно же здесь ничего не дает ну мы же не можем здесь ничего увидеть но белый белый если сыграет h14 на зоке это ведь цента будет это будет цента да но здесь просто это же антипомощь камням на d18 и f17 то есть когда мы ничего не делаем да после такого хода допустим к примеру когда белый режет мы можем его уже отрезать мы знаем точно что мы это сделаем ну потому что теперь понятное дело что все если белый перед k18 вставит h14 h14 то конечно может вставить но опять же группа здесь смотрится как минимум более живой да и уже такой ход будет цента во всяком случае а это же никак не влияет все равно режется да 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 я думаю здесь будет преимущество у черного семья ну не факт вот смотрите вы соединяетесь за белого да черный режет отари и g17 g17 да да сюда да и черный сдается ну я шучу просто красивый ход так не работает разве он нет хорошо вот я думаю что здесь будет перевес на стране черного можно конечно попытаться сыграть бамбу да но это все это все несерьезно потому что ну видно что у черного дама больше окей тогда ну вы ответили себе на вопрос зачем черный прилип h15 или нет я на вопрос не ответил потому что мне кажется это только усугубляет позицию черного потому что если сейчас да я видел как можно сделать если сейчас я видел как можно соединиться да к примеру таким способом то после такого я не думаю что это уже будет работать как минимум потому что белый просто здесь соединится окей окей но поэтому для меня немного странно так c12 играет черный белый здесь разрезает и здесь видно что черный максимально агрессивно старается эту группу точнее защитить свою территорию но вот если бы он просто играл таким ходом этого было бы явно недостаточно ну и черный здесь агрессивно режет так черный агрессивно режет и пропускает ход так посмотрим в итоге до сих пор непонятно ну все как бы камни камни черные сдал камни черные сдал почему он ведь отрезал да вот эти три камня да он отрезал три камня но он еще не отрезал почему еще не отрезал ему нужно добавить ход зачем ну белый сейчас может съесть а вы здесь имеете ввиду окей окей так я не понял откуда откуда взялся еще один белый камень можете отмотать пожалуйста на пару ходов да зачем он сыграл все-таки е-17 да да потому что если бы мы просто поставили отари то здесь можно было бы сыграть вот так да 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 ну есть дужку так было сыграно е-17 здесь в принципе в плане йоса ничего такого но единственное что мне не нравится белый здесь может очень много дел наделать при помощи этих прилипаний еще черный ему не отдает а кстати вот белый сразу спасает четыре камни получается что белый забрал всю верхнюю левую сторону и черный защитился на c10 ну c10 гигантский ход конечно но такое впечатление то что черный все это сделал чтобы получить l18 в центе л18 в центе да о начинается ко замечательный аккорд кстати не сказать что у черного здесь все крепко но в партии если на это смотреть то выглядит это очень неуверенно я думаю что даже александр правильно сделал что начал ко потому что если он сейчас соединиться то очков черного конечно там не будет да здесь белый режет так ну здесь момент из ко разбирать кто какую угрозу сыграл нет это не обязательно да это не очень разумно а что до конца партии будет ко не будет до конца партии но здесь там просто важный важный момент будет давайте давайте черный соединяется такая сомнительная немного угроза так ага черный съедает и после этого я прогнозирую еще одно ко при этом черный съел немало так мы видим пять камней плюс еще он ожирил свои три камня да было съедено очень много начинается еще одно ко да но здесь я думаю уже белый без труда выживет потому что угроз слишком много а понятно форма мертвая но есть ко борьба с большим количеством угроз да на самом деле ух ты на самом деле то что получилось в партии не думаю мне как раз таки кажется что и здесь белый проиграл потому что по сути это белый соединил камни но чуть не везде выжил плюс получил кучу очков очень много очков здесь да 20 очков с это правильно я посчитал то есть мы 5 прибавляем 4 то есть G19 он же был живой камень у белых да там надо считать 6 плюс 3 9 9 это получается плюс пункт H19 и G19 это 20 очков получается да я думаю там даже больше чем 20 там около 25 откуда вот вы взяли еще 5 ну во-первых там вот здесь черному теперь не надо защищаться да камень здесь теперь белого мертвый да возможность Йоса вот и здесь дополнительная очко а там еще очко да хорошо поэтому здесь очень много и гигантский совершенно ход да вот в районе Q4 там сколько 3 4 6 12 очков белых сирии точнее съедает черный и плюс оживлять свои 3 камни опять же 6 7 да 7 из-за этого у нас 7 опять же около 20 то есть 50 примерно 50 ну не 50 я думаю 45 очков черный так просто забирает я думаю что F6 не стоит столько да это супер партия вообще при этом при этом у белого очень было много возможностей и дальше этот момент я уже застал наблюдал за партией получился здесь очень сомнительный результат получилось что черный выиграл полтора очка если мне не изменять память а почему сомнительный результат так сейчас немножко надо съесть и зубить себе да черный плюс полтора очка почему сомнительный потому что мне кажется что черный проигрывал к середине примерно к середине этой всей войсни которая началась а именно к кобобе то есть вот этот момент когда это все началось интересно мог ли белый здесь после того кого-то съел просто защититься и посмотреть как будет отвечать черный но все-таки белый в это йоса входит первый и здесь посмотреть как он будет отвечать что у нас тут нужно а этот ход будет цента что очень важно защититься вот ты к примеру закрыть камни да да там коврик посмотрите пожалуйста так камни и какой у нас здесь будет результат сейчас мне надо я забью давайте давайте забивать так здесь черный допустим добавили ход белый плюс 15 ой 14 нет это видите в районе c2 там тоже считают да сейчас я тогда так убью эти камни так показывает атак ох ты елки-палки почему компьютер ну все они уже мертвы нет еще показывает не мертвы все так белый плюс 4 но но белый плюс 4 и во-первых темп у белого и во-вторых очень сомнительная накрутка в о-14 а то что это черные очки да да я думаю я сейчас просто это дело быстро исправлю я поставлю сюда да здесь отаре ну то есть у белых очков на 10 больше да вы считаете да я думаю что здесь белый плюс 10 понятно если бы был спокойный розыгрыш то белый бы выиграл без очков я понял да ну то есть а когда белый был спровоцирован на то чтобы пойти на какие-то вот этот момент когда он начал ко ведь он начал ко да ведь ко можно было не начинать да да то есть он сам значит это боеме да было уже да это было боеме я думаю что это как раз многое объясняет то что это было боеме понятно да хорошо хорошо мощная партия Григорий я у меня нет слов партия действительно нестандартная давно такого не видел но конечно результат он с одной стороны ожидаемый с другой стороны неожидаемый такой из основных моментов было бы было бы замечательно что-нибудь отметить из основных моментов но партия была строго боевая и из простой формы я могу показать да только этот угол который был снизу справа это из регулярно встречающейся вещи такой как наша любимая джосеки с R7 то что можно играть до ходу н2 и это будет таким наказанием этой формы да это вы показывали а вообще белый ходом н2 он на что рассчитывает белый ходом н2 ну просто на любую ошибку можно сыграть здесь просто сколько ходов столько и в ряд потому что ну например самую очевидную я даже не знаю как тут можно сыграть чтобы наломаться ну к примеру тут такое ощущение что любой ход будет нормальный за черных? да ну можно к примеру можно взять какой-нибудь но хотя так ну если Хана сыграть O2 например так это есть тот вариант который Григорий а это есть тот вариант я вас понял хорошо Григорий ну давайте тогда окей можем закругляться в принципе с этой да я думаю что здесь уже по этой партии все сказали много более чем да спасибо вам большое спасибо вам спасибо да спасибо нашим зрителям за внимание здесь мы тогда останавливаем это видео всего вам доброго до свидания до свидания